В Покровские дни в Угличе прошел первый всероссийский фестиваль-конкурс духовной православной поэзии имени Евгения Гусева. Его учредители – Переславская епархия, администрация города Углича и Алексеевский женский монастырь. Подробности в сюжете Ларисы Смирновой. Углич. Золотая осень, древний Алексеевский монастырь. Сама атмосфера настраивает на вдохновение и поэтический лад. В Покровские дни обитель стала центром духовной поэзии России. На первый всероссийский фестиваль православной поэзии приехали поэты из разных уголков России. И донеси до них молитвы наши, печали их и скорби удали. Такого единого места, где бы проходил смотр православной поэзии, до сих пор не было. Поэтому это событие далеко не областного значения Ярославского. И это событие и в русской литературе. Всероссийский, поэтому он называется Всероссийский литературный конкурс. Для участия в конкурсе было подано более тысячи заявок. Свои поэтические произведения представили как маститые поэты, так и начинающие. Для объективной оценки творчества жюри разделило всех участников на три категории. Детское творчество до 18 лет, поэты в возрасте от 18 до 30 лет и третья категория – поэты с жизненным опытом. Оценивать творчество и выбирать победителей – работа для жюри непростая. Есть три составляющие части, из которых формируется облик поэта и остается для вечности. Это талант, малоформализуемое понятие, но мы понимаем, что это. Значит, мастерство, которому всю жизнь поэт учится, в том числе кто-то в литературных объединениях. Итак, талант, мастерство и жизненный опыт. И, допустим, два поэта. И вот куда направлена их поэзия? То ли эта поэзия направлена на самовыражение, или все-таки поэзия выражает любовь к Богу, выражает движение души к Богу. В стихотворении, где употребляется слово «любовь», там может совершенно не быть любви. А вот написать так, чтобы не употреблять эти слова, но при этом каждый читатель, каждый слушатель почувствовал бы, что это стихи о любви, что это стихи о Боге, что это духовная поэзия. Вот главная задача поэта. Конкурс проходил в нескольких номинациях. Православная лирика, молитвенная поэзия, эпическая, военная имени Ольги Бергольц и детская православная поэзия. Вручение призов и дипломов победителям состоялось в Алексеевском женском монастыре Углича. Лучшие произведения вошли в сборник «Покровская свеча». Поэт отвечает за каждое свое слово, потому что за ним идут люди, идут массы. И если произведение окрашено духовностью, люди через эти произведения, как, например, произведение Федора Михайловича Достоевского, могут воцерковляться. В заключении торжественных мероприятий для всех гостей состоялся концерт участника конкурса поэта, автора, исполнителя, телеведущего Александра Галицкого. Добро и мир, ведь начинается от каждого из нас. Лариса Смирнова, Денис Калинин, Углич для телеканала «Союз». Продолжение следует...